The original link to the video will be in the description down below. Тревор Тимартин Мартин И Том про Синдикэт Кассел СИСГО ЛОТО, Я ТЯ ЛЮБЛЮ! Это два популярных ютубера, которые в конце 2015 года придумали идеальную схему для обогащения. Они осуществляют классическую мошенническую схему, как в казино. Точнее, они рассчитывали, что люди клюнут на КСГО сайт с игрой на деньги, которым же они и владеют. Но никому не говорить о том, что они им владеют. Мы нашли здесь новый сайт, ТСГО ЛОТО. Здесь были все элементы идеального мошенничества. Ты можешь сделать всего лишь одну ставку и уйти с пятью тысячу долларами. Единственная проблема была в том, что КСГО сайта с рулетками была большой подпольной индустрией, которая развивалась в темных переулках под скрипучим, чистым полом киберспортивного КСГО. Эти два ненормальных умудрились прорвать и выставить наружу один из самых черных игровых рынков всего лишь за пару видео. Он выиграл чертовы девять тысяч долларов. Мы стартовали с нуля, теперь мы здесь. Черт его возьми. Все началось с декабря 2015 года, когда Тим Мартин зарегистрировал сайт КСГО ЛОГО. Сайт, на котором ты можешь играть за скины КСГО. Сейчас, когда тренд немножко пошел на спад, игры за скины КСГО только несколько лет назад набрали обороты. Каждый скин куплен или продан на торговой площадке Steam, тем самым выдавая цену в реальном мире. Сейчас, если вы продадите скины на торговой площадке в Steam, вы получите игровую валюту самого Steam. Существует два основных пути игры на скинах. Либо вы можете ставить на результат матчей, или сыграть в игру по аналогу рулетки. Но вывод средств этих сайтов из Steam.bato давали только выигрыш, измеренный в скинах. Реальная игра начиналась на черном рынке скинов. Сайты позволяли передавать скины кому-то в обмен на деньги, например, через PayPal. Это выглядело как реальное казино. Ну, почти. Получается, что вы превращаете свои реальные деньги в скины, либо с помощью покупки на торговой площадке в Steam, или покупки ключей для открытия кейсов, где это все содержится. Вы берете скины и отправляете их на любой сайт со ставками и играми, и обмениваете их ботан за несуществующую валюту, которая примерно равноценна американскому доллару, которые, по сути, были вашими фишками в этом казино. Затем вы ставите эту денежную валюту на матч или юмлетку для большего выигрыша, который вы потом возвращаете в скинах. И когда вы поняли, как работает спекуляция на скинах, вы можете спросить, как это вообще было легально? На самом деле, нет. Много этих сайтов танцевали от правил регулирования игорной деятельности, аргументируя тем, что по факту ты играешь не на деньги, а на виртуальные предметы. И хоть у них и была реальная цена, ты мог их достать с помощью случайных кейсов или дропа. И ты выигрываешь не деньги, а только скины. И да, скины имеют реальную цену, но Valve не позволяет получить обратные деньги через Steam. Итак, Тим Мартин и его партнеры, в числе которых был популярный ютубер ProSindicat, запустили ksgoloto.com, сайт по игре на скинах для получения с этого прибыли. Но они решили пойти на шаг вперед. Вы не можете заработать, если никто не играет в вашем казино. Но реклама эта слишком дорого, и у CSGO Lotto была большая конкуренция. Тем временем ProSindicat и Тим Мартин имели два огромных ютуб канала, каждая по миллиону подписчиков. И если они могут упомянуть про CSGO Lotto на их большой аудитории, то им будет гарантирован хоть какой-то успех. Но никто из них не сообщал тот факт, что они совладельцы сайта ksgoloto.com. Они просто продолжали делать видео. Выигрывать и проигрывать деньги на рулетке, также на подбрасывание монетки, как будто они такие же, как и все, и не являются владельцами сайта. Но кто-то все-таки заметил. 27 июня 2016 года, ютубер по имени Honor The Coal выпустил видео, в котором в первый раз были сделаны предположения, что Тим Мартин и ProSindicat частичные владельцы CSGO Lotto.com. Придержите штанишки, сейчас будет мясо. Это, возможно, самый громкий скандал в комьюнити Call of Duty. И он никак не связан с Call of Duty. Сразу скажу, я никого не обвиняю, просто нашел информацию и хочу ее показать своим зрителям. Итак, Тим Мартин и ProSindicat посещали сайт по продаже скинов ksgoloto.com. Я немножко покопался, и... Твою ж налево! Сайт был зарегистрирован как бизнес в Орландо, штат Флориды. Я подумал, что это совпадение, что Тим Мартин живет тоже в Орландо. Но это не случайность. Тревор Мартин, он также обвинил их в наигранной реакции на их большие выигрыши и прогреши в их же видеороликах. Эти двое владели сайтом ksgoloto.com. Они же управляли всеми процессами и притворялись, что выигрывали. И иногда притворялись, что их проигрывали тоже. Также эти доводы были дополнены популярным ютюбером H3H3, который выпустил видео, разбирающие претензии Орнадо Кова. И также предполагая, могли или нет Тим Мартин и ProSindicate манипулировать результатами. И вообще факт того, что они это могли делать, вообще нехорошо смотрится. 50 долларов до 1000 в 13-минутном видео. Офигительный контент, друзья! Вы реально считаете, возможно, что он наигрывал свою реакцию и искусственно создавал себе ставки? Это возможно! Это возможно! Это реально возможно! Я не знаю, делал ли он это, но это возможно! Я не знаю, делал ли он это, но это возможно! Итак, со всеми претензиями, которые были вылиты, как Тим Мартин и ProSindicate отреагировали? Ну, Синдика пытался... Ну, Синдика взял вверх в этой ситуации и изменился. Но... Но Тим Мартин решил удвоиться. Чего здорово, чуваки! С вами Тим Мартин! Я надеюсь, что у вас будет у всех фантастический понедельник! Я хочу сделать небольшой влог, как-то вот это все структурировать, структурировать, что произошло. Хочу рассказать полноценную и правдивую историю прямо из самого источника. Потому что, к сожалению, я не знаю, куда это все идет и откуда это все пришло. Но я хочу, чтобы вы, друзья, знали, что вообще произошло и сами приняли уже решение. Итак, главной новостью сейчас является то, что я и пару человек, в том числе Том или ProSindicate, владеют CSGO Lotto. И это та информация, которая никогда не была секретом. Я не понимаю, почему это такая прям скандальная новость. Проблема в том, что это было секретом. И это насторожило Федеральную торговую комиссию США, которые не приняли по-доброму такую ситуацию и начали расследование на Тим Мартина и ProSindicate. Через несколько дней Тим Мартин выпустил ролик извинения, который тут же почти убрал. Купер, я не знаю, как я буду снимать это видео сегодня. Сейчас мои связи с CSGO Lotto стали с достоянием общественности еще с первого организации в декабре 2015 года. Но я чувствую, что вы заслуживаете, чтобы я извинился. Я извиняюсь перед каждым из вас. Я извиняюсь перед каждым из вас, что для вас это была изначально нечистая ситуация. У Федеральной торговой комиссии возник интерес, что два ютубера попали в заголовки новостей и в итоге некоторые люди поняли, что Valve разрешает играть в казино несовершеннолетним детям, что привело даже к искам в суд на Valve. Смотрите, на 100% подтвердить это нельзя, но можно предположить, что Valve знала о том, что люди используют CSGO скины как игровые фишки. И вообще чувствуется, что вообще никак об этом было бы не узнать. Во-первых, это означало, что много людей играют в CSGO, что естественно хорошо для Valve. Но еще важнее, что Valve забирала 15% с каждой сделки на торговой площадке. Поэтому каждый купленный скин это деньги для Valve тоже. И когда слишком много игроков стали выводить скины через ботов, Valve чисто теоретически набирал кэш. Но даже Valve не смогли устоять перед американскими законами о игровой деятельности. В итоге они прислали письмо, в которых попросили либо воздержаться, либо прекратить свою деятельность 23 сайтам по продаже скинов, включая CSGO лоту. Как следует, из письма Valve сайты использовали согласие по абонентскому договору для того, чтобы коммерчески поднимать в прибыль. Это не был секрет. Это просто игнорировалось. Итак, возвращаясь к нашим мошенникам. Тим Артин и ProSindicat каким-то образом избежали тюремного срока. Федеральная торговая комиссия с ними рассталась подружески, несмотря на то, что они нашли факторы того, что они платили другим ютюберам и стримерам Твича примерно между 2,5 и 55 тысяч долларами, чтобы продвигать CSGO лоту и не разглашать о том, что они платят за эту рекламу. Но как Тим Артин и ProSindicat умудрились уйти без последствий? Там была очень странная лазейка. Смотрите, если вы посмотрите на их политику конфиденциальности, можете увидеть, что заходя на сайт CSGO лоту, вы подтверждаете тот факт, что вы можете в любой момент выбрать другой альтернативный метод, чтобы участвовать в игре на данном сайте. И на самом деле игорная деятельность CSGO не продлилась бы настолько долго без вот этой публичности. Тим Артин и ProSindicat вдвоем не убили эту индустрию, это просто была массовая, нерегулируемая игорная индустрия. Но их тупой план, вот почему их люди знали об этом. Но когда они уезжали в закат игорная деятельность CSGO уже за ними взрывалась, они подожгли казино перевел и озвучил Дэн. Спасибо большое за просмотр, надеюсь вам понравилась данная тема, как CSGO был связан в свое время с казино. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео, подписывайтесь на наши группы ВКонтакте. С вами был Дэн и всем пока.